Короткое поясняющее видео о заделочном шве. Здесь я покажу на примере лепестка для гребня. Использую специально контрастную нить для того, чтобы хорошо были видны стежки. Здесь у вас может быть любая вышивка на фетре, а здесь изнаночная кожа. То есть два слоя у нас. Необходимо спрятать узелок. Сначала мы прокалываем один слой кожи. Подтягиваем. В этом же месте прокалываем два слоя кожи. Накидываем пару петель. Подтягиваем. Таким образом мы спрятали узелок. И далее набираем две бисеринки. В моем случае я использую бисер 15 размера. Именно для гребня. Именно таких цветов. Голубого и золотого. Здесь может быть такая поправка. Здесь можно использовать либо бисер 11 размера. По одной. Так как бисер 11 размера более крупный. Либо также по две бисеринки. Как вам понравится больше. Получается такая петля. Здесь нам необходимо оставить бисер слева. Мы входим иглой в эту петлю. Бисер остается слева и подтягиваем. Вот таким образом бисеринки ложатся. Набираем снова две. Здесь мы стараемся, чтобы стежки у нас были одинакового размера. Нить контрастная и хорошо видны все стежки. Обычно мы обшиваем край либо нитью фарлайн, либо какой-то белой нитью. Либо нитью в цвет самой кожи. Но еще проще леской обшивать, когда лески совсем не будет видно и будет очень аккуратно. Здесь две бисеринки слева, воздушная петелька и входим опять-таки в нее. Подтягиваем. Вот так бисеринки ложатся. Снова набираем две. Прокалываем. Бисеринки слева, входим в эту петельку. Бисеринки слева, входим в эту петельку. Завершая заделочный шов, здесь у нас может остаться какое-то расстояние, где может поместиться не две бисеринки, а одна. Берем одну. Но здесь у меня помещается две. Спокойно я вхожу в самый первый стежок. Вот таким образом. Вот что у меня получается. Подтягиваем. Дальше проходим через первые две бисеринки. Через две первые бисеринки. Подтягиваем. Вот они выстраиваются в один рядочек. И теперь закрепляем нашу нить. То есть мы входим в этот же стежок. Вот так. Проходим в эту петельку, образовавшуюся, либо накидываем ее. Вот так вот подтягиваем. Узелок спрячется между бисеринками. Снова проходим через следующие две бисеринки. Подтягиваем. Входим в этот же стежок. Можем накинуть пару петель. Подтягиваем. Узелок. И входим в следующие 4 или 5 бисеринок. Подтягиваем. И здесь узелок спрячется в какую-то из бисеринок. Вот таким образом. То есть мы повторили первые два стежка. Сделали два узелка. И протянули нить через остальные бисеринки. Здесь натягиваем нить. И при натяжении отрезаем.